Десятый подряд звонок на домашний телефон. Ну, наконец, трубку взяли. Слушайте, сколько можно трезвонить? Дома никого нет. А вы? А я вор. В главе Мишпатим Тора перечисляет множество законов. Весьма прозаических. Преимущественно имущественных. В том числе, связанных с наказанием за преступное, так сказать, изъятие чужого имущества. Попросту грязово рабство. И наказание, которое мог понести вор в далеко не худшем для него варианте, подразумевало возврат упертого, а также штраф, размер которого мог зависеть от обстоятельств дела и от ассортимента украденного. Кража, увы, не единственный способ незаконного приобретения того, что тебе не принадлежит. Не хочу давать советы, но, возможно, например, грабеж. Это, конечно, требует более крепкой нервной системы от злоумышленника и грозит гораздо большей нервотрепкой и стрессом для пострадавших. И может показаться очень странным то, что на грабителя, в отличие от вора, закон Торы не накладывает никакого штрафа, а лишь требует возмещения ущерба. Дело здесь, конечно, не в каком-то уважении к тяжелому труду еврейских гангстеров или в их хроматизации. Торы не освобождает грабителя от штрафа, а накладывает штраф на вора в дополнение к, безусловно, необходимому возвращению украденого. Дополнительная вина тайком промышляющего воришки по сравнению с грабителем, орудующим открытую, как раз и заключается в том, что вор все делает прячась, чтобы его никто не видел. А прячась от людей, он демонстрирует вовсе не свою скромность и застенчивость, а дополнительное особое неуважение к творцу. От людей выходит, нужно прятаться, они могут увидеть или услышать, а Всевышний? Получается, что Бог в глазах вора слеп и глух. Такой поступок вора с точки зрения мистической является усугублением сокрытия Творца в этом мире. И это относится к любому проступку, на самом деле, который мы совершаем, как бы зажмурившись, говоря Богу как ребенок, «Я тебя не вижу, ты меня не видишь». Устраняя присутствие Всевышнего из своего сознания, ведь как иначе совершать такие поступки, мы тем самым обворовываем этот мир, уменьшая в нем Божественный Свет. И наоборот, напоминая себе как можно чаще, что Бог везде, создавая в своем сознании реальность постоянного присутствия Творца, мы не только удерживаем себя от совершения ошибок, но и уменьшаем темноту вокруг себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok